Итак, добрый день, уважаемые господа студенты. Пытаюсь экспериментировать с новыми форматами лекций. И сегодня я запишу лекцию об уравнении количества движения. Уравнение количества движения вам известно, вы его изучали в курсе теоретической механики. И оно гласит, закон сохранения количества движения гласит, то, что импульс всех внешних и внутренних сил, действующих на тело, равен изменению количества движения этого самого тела. Так вот, да, из курса теоретической механики вам известна вот эта вот формула, то, что сила умножить на время равна изменению количества движения. Применим этот закон к лопаточным машинам. Для начала стартуем с компрессора и рассматриваем некий произвольный лопаточный венец компрессора, ну, в данном случае нарисован осевой компрессор. Считаем, что все параметры на входе в лопаточный венец нам известны, скорость и давление, температура, плотность, все, что хотите, все известно. То же самое касается параметров на выходе. Они тоже все считаются известны. Что мы с вами делаем? Мы берем и проводим в произвольном месте межлопаточного канала линию 1-2. Эта линия может находиться в любом месте межлопаточного канала. Самое главное требование, чтобы она не пересекала лопатки. Второй момент, форма линии может быть абсолютно любой, почему я поясню позднее. Второе, что мы делаем, мы проводим точно такую же линию в точно таком же месте соседнего межлопаточного канала. Напоминаю, что мы с вами приняли допущение о том, что соседние межлопаточные каналы имеют абсолютно идентичную структуру потока и распределение параметров. В результате у нас с вами образовался вот такой четырехугольничек 2, 1, 1 штрих, 2 штрих, который окружает лопатку. И мы рассматриваем область течения, которая находится внутри этого самого четырехугольничка, исключая лопатку. Поскольку мы этот четырехугольник выделили из пространства, то нам необходимо действие пространства заменить действием соответствующих сил. И следующий вопрос, который нам надо с вами решить, это какие силы действуют на этот самый элемент. Давайте подумаем. Итак, какие силы могут сюда действовать? Первое, что действует, это давление со всех четырех сторон. Секундочку, почему-то не работает. Давление. Значит, действует следующее давление. Давление с входной стороны. Оно равно P1, и мы считаем, оно известно. Давление с выходной стороны, и мы считаем, что оно также известно. И давление с боковых сторон. Вот что касаемо давления с боковых сторон, оно, естественно, будет иметь сложное распределение в силу того, что давление в компрессоре меняется. Но на что обращаю ваше внимание? То, что линия 1,2 и 1,2 проходят в двух межлопаточных каналах с одинаковыми параметрами. То есть, поэтому все параметры вдоль линии 1,2 и линии 1,2, они идентичны. В том числе и давление. И, строго говоря, именно поэтому форма линии может быть любой, поскольку, какой бы ни была эта форма, параметры вдоль линии 1,2 и 1,2 будут идентичны. Поэтому, что мы можем с вами сказать? То, что вот это давление и вот это давление, они идентичны, взаимно противоположны, направлены. Поэтому они компенсируются, и мы исключаем их из рассмотрения. Что еще действует на выделенный объем? На выделенный объем действует сила со стороны лопатки. Глядите, история какая. На корыце лопатки давление всегда повышенное, на спинке всегда пониженное. Это справедливо для всех лопаточных машин. Это связано с поворотом потока и с действием силы инерции. Поэтому на лопатку действует результирующая сила, которая направлена примерно перпендикулярно к хорде и направлена, приложена в центре масс. Я ее аккуратно нарисовал, потому что дальше она высветится. И, соответственно, на поток, согласно третьему закону Ньютона, действует точно такая сила. Сейчас я их визуализирую. Вот эта самая сила R и сила P, которая действует на лопатку. Обе силы можно разложить на составляющие. Сила PU действует в окружном направлении. И сила PA действует в осевом направлении. Тоже самое сила RU действует на поток с лопатки в окружном направлении. RA в, соответственно, в осевом направлении. И мы применяем уравнение количества движения к данному случаю. Для этого записываем проекцию вот этого первого выражения на ось А. Это на вертикальное направление. То есть мы записываем изменение количества движения. Выглядит оно вот таким вот образом. И дальше записываем сумму всех сил. На объем, который я чуть раньше закрашивал, действует сила RA, которая равна минус PA. И действует разница давления. В общем случае мы с вами приняли, что шаг решетки не меняется. Что может быть справедливо с большой вероятностью для осевых компрессоров. Исходя из этого, мы с вами записали вот это вот равенство. ДН здесь, это высота межлопаточного канала. Но вообще в этом выводе предполагается, что данная лопатка имеет бесконечно малую высоту. Отсюда появляется ДН. И путем несложной перегруппировки мы получаем вот такое вот выражение, которое позволяет нам найти силу PA. То есть это сила, действующая на лопатку со стороны потока. Естественно, эта сила нас будет интересовать, как и сила PU, с той точки зрения, что она является частью нагрузки лопаток. И в дальнейшем используется для расчета на прочность и учета газовых сил, действующих на лопатку. И в принципе, вот самый простой способ посчитать газовые нагрузки на лопатку, это вот именно уравнение количества движений. Что мы делаем дальше? Дальше мы берем и проецируем то же уравнение на ось U. С осью U все просто. Записываем изменение количества движения. И сила, которая действует в окруженном направлении, только одна. Вот она. Она же равна силе, действующей на лопатку. В результате мы получаем вот это выражение. Итак, обращаю ваше внимание, что мы получили два уравнения проекции на осевое и окружное направление. И вот эти два уравнения называются уравнениями количества движения для компрессора. Обращаю ваше внимание, что несмотря на название, уравнение количества движения для компрессора, ну и для турбины тоже, это два уравнения, то есть фактически это проекции одного векторного уравнения на координатное направление. То есть, поэтому в контрольный, когда вас просят написать уравнение количества движений, вы записываете два уравнения. Ну и еще, обращаю ваше внимание на один, точнее даже на два интересных момента. Давайте посмотрим на процесс внимательнее. На что обращаю ваше внимание? Глядите, лопатка движется в этом направлении, то есть лопатка компрессора всегда движется в сторону корыца. Если посмотреть внимательно, то мы увидим, что сила ПУ действует против направления вращения. То есть, что получается? Нам для реализации рабочего процесса необходимо лопатку двигать по рисунку вправо, Но существует сила, направленная противоположно, которой этот процесс тормозит. Поэтому, естественно, если мы оставим это все так, как есть, то лопатка быстро остановится и процесс происходить не будет. Поэтому необходимо подводить механическую работу для вращения компрессора. То есть, это вот та причина, почему компрессор не работает сам по себе, его обязательно надо принудительно вращать. Это первое обстоятельство, на которое я хотел обратить внимание. Второе обстоятельство. Как известно, если у вас есть область высокого давления и область низкого давления, и вы их соединяете трубопроводом, то поток потечет из области высокого давления в область низкого давления. То есть, это такой общеизвестный факт. Это такой общеизвестный факт, что газ всегда стремится пойти из области высокого давления в область низкого давления. Давайте посмотрим на этот процесс внимательнее. Что мы с вами увидим? Увидим мы с вами следующее. То, что область низкого давления на входе, область высокого давления на выходе. А поток идет именно из низкого давления высоко. То есть, казалось бы, мы противоречим с вами вот этой вот картине. Давайте еще немножко по хулиганю. То есть, мы с вами противоречим вот этой самой картине. И становится вопрос, почему? Почему обычно поток идет так, как мы знаем, а здесь все наоборот? Ответ очень простой. И он идет из физики, очень легко объясняется. Что если что-то движется, значит к нему приложена сила. И наша с вами задача найти эту с вами силу. Сила эта находится очень легко. Вот она. Это сила РА, которая приложена к потоку и совпадает с направлением движения рабочего тела. То есть, получается, что лопатка, двигаясь, толкает поток. И ее проекция осевая проталкивает поток сквозь рабочее колесо. И сквозь компрессор в целом. То есть, получается, что кроме функции повышения давления в компрессоре силы рабочее колесо компрессора выполняет следующие функции. Оно подводит работу с помощью силы РУ и проталкивает рабочее тело с помощью силы РА. Вот такая вот ситуация в компрессоре. Теперь давайте посмотрим, что происходит в турбине. По турбине вывод точно такой же. То есть, мы берем произвольный венец турбины. Знаем параметры на входе и на выходе. Точно так же вводим линии 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, рассматриваем силы. И таким же образом получаем два уравнения количества движения. Опять же, обращаю ваше внимание, что таких уравнений 2. То есть, это надо будет учесть на контрольной. И это уравнения, эти уравнения такие же, как и для компрессора. За одним лишь исключением, что знак здесь меняет свое направление. А в целом, уравнения для компрессора и турбины, они идентичны, что еще раз нам показывает тот факт, что рабочие процессы компрессора и турбины основаны на тех же физических принципах, только часто они противоположны по исполнению. И точно так же, как и в компрессоре, посмотрим внимательно на происходящий процесс, что мы с вами увидим. Лопатки опять же движутся в сторону правого направления. Но в этот раз мы видим, что сила ПУ, которая действует на лопатку, она совпадает с направлением вращения. То есть, получается, что именно сила ПУ заставляет турбины вращаться. То есть, глядите, что происходит. Мы создаем с вами в турбине перепад давления. Поток под действием перепада начинает идти, поворачивается. В результате образуется разность давления на лопатке. Это приводит к тому, что на лопатке возникает сила, и составляющая силы ПУ начинает толкать лопатку, и она начинает вращаться. Поэтому лопатка турбины не требует подвода механического вращения для работы. Ну и, собственно говоря, вот таким вот... Почему-то не переключается. Извините. Таким вот образом мы с вами разобрали уравнение количества движений. Ну, на этом вот эта короткая лекция закончена. Надеюсь, следующие записи будут более удачными. Продолжение следует...